вот как то так я появился привет и всем с вами саша джаггернаут и настроение осень погода осень все осень короче заебало в этом блоге хотелось с вами поговорить о том чем школа отличается от колледжа или института все что мы любим секс наркотики и секс наркотики и секс наркотики так начнем с того что в школе учителя вас знают уже лет 10 это как минимум то есть но я имею ввиду про учителей старших классов вот увидели в этом маленький еще пробегали в школе и как бы ну вы для них как родные становитесь то есть они даже на выпускных то есть там прям рыдают ой вот детки мои то есть они к вам привыкают что же мы получаем в университете в 60 процентов случаев в университет поступают именно в тот город и подаль который подальше от своего дома то есть хотят насыщенную студенческую жизнь новый город это хорошо это новое знакомство новая какая-то обстановка но ребята в этом есть и свои слабости то есть когда вы один и за вами никто не следит а тем более на первом курсе у вас очень будет много таких шалости что ли как вот вы допустим ой ладно сегодня пойду на учебу сегодня там до ночи посижу то есть у меня реально такое было и я очень часто ссорился с родителями мол типа саша иди спать мама мне надо тут ар делать и вот именно на первом курсе надо отнестись ко всему ответственно то есть как вы себя поставите вот именно в новом коллективе и при новых преподавателей так как бы у вас и пройдут последующие 4 а то и 5 лет кто останется на магистратуру 95 процентов всех моих зрителей пацаны и как правило ну школьного возраста но я уверен что вы скоро будете выпускаться так вот если вы пойдете куда-то в колледж или в институт этот гайд короче будет для вас лучше всего от после 11 класса вам наверно стукнет 18 лет большинству я более чем уверен и лучше всего запрещать своих родителей сразу отучиться на права я вам скажу почему учителя они тоже люди вот преподаватели тоже люди то есть но я про университет уже говорю вот и как бы им нету интереса запрягать своих мужей то есть вот допустим если у вас бывает так что универ расположен по всему город то есть первый корпус второй корпус в общем у нас лично так и как бы учителям постоянно мотаться туда-сюда на пары ну не выгодно вот и они иногда человек говорю иногда они всегда запрягают первокурсников желательно вот ну кого там кто проверены может и со старших курсов но в основном весь шквал вот это вот всего прям помощи там на всех соревнованиях именно идет на первый курс получилось так что мы как только сели на пару и нам тут спрашивают такой вопрос а кто у вас на машине на тот момент на машине было у нас три человека то есть нужно с правами все с машинами которые сами приехали в универ вот они такие о хорошо будешь меня возить вот как бы там записали номер все я преподаватели возил только несколько раз это там ну таких вот кто то с которыми более хорошо общаюсь который меня могут из пара отпустить а бывают знаете преподаватель такие которые вроде бы вами и пользуются там по 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 ходу четверти или вообще всего учебного года а вот потом вы приходите к нему на сессию так вот зачет протягивать вот к и чем не зачет протягиваешь синий билет сдавай кто-то скажет это да это правильно конечно же но при всем при этом должна же быть какая-то человечность то есть ты какой-то там надежде помогал этому человеку там его возил постоянно у меня доходило до того что я преподавателя по русскому языку и литературе и истории в общем там он ну такие гуманитарные предметы ведет я ждал около двух часов пока она там выйдет из какого-то дворца культуры и как бы ну ничего и это конечно предъяву никакую не кинула она мне помогла на мне поставила 5 то есть по всем своим двум предметам вот ну это как бы хорошо ну так вот ребята с машины мы разобрались как же быть тем ребятам у которых нет машины нет прав в общем которые просто пешеходы которые также ездят на маршрутках до учебы для вас тоже будет такой небольшой лайфхак даже если вы не блещете какими-то знаниями каждому преподавателю в университете выдается премия за то что студент под ее руководством пишет какую-то статью то есть статья обязательно должна быть научно начальство видит что при что вы выступаете от преподавателя преподавателю этому выписывают премию а сколько это уже в разных университетах будет конечно же по-разному котироваться сумма по преподавателю от этого от этого плюс вы вроде как себя развиваете сказать каких там других сторон то есть вы в школе допустим были разгильдяем а тут бац на первом курсе там и в хоре поете и там поете и дед мороза играете и на по своему примеру как бы говорю у тех ребят у которых нет машины то есть выход есть научные какие-то конференции форумы то есть это вам пойдет офигенно в плюс вы себе заработаете какое-то портфолио и в дальнейшем когда вы уже точно возьметесь за ум то есть когда вы не будете там ходить на все эти мероприятия ради оценок а ради именно своего саморазвития вот это у вас уже будет набираться портфолио и какие-то может быть влиятельные люди вас там заметят то есть все может быть что уже не учителя бегают за вами что мол типа саша сдай егэ саша подучи саша у тебя контрольный не сдана и учителя могут закрыть на это все как бы глаза и поставить вам какую-никакую тройку это в случае если вы конченый разгильдяй вот а в случае чего они как-то вам могут натянуть оценку вот а в универе же дела идут иначе при любом каком-то не не сданном предмете вас будут вот так вот брать и трясти постоянно говорить мол себя в армию заберут мы тебя числе в общем много там каких-то угроз будет ну как это не угроза это вообще в целях какой-то воспитательной работы но все же то есть это все очень сильно капает на нервы как бы какие проблемы у вас могли возникнуть в школе в институте они абсолютно разные я уверен что практически в каждом университете есть какой-то хореографический кружок то есть это либо хор либо танцы опять же то есть если вы как-то себя не зарекомендовали с научной стороны то советую как-то выступать либо идти в хор либо на танцы то есть потому что знаете студент они первого курса они как правило знаете такие скованы то есть ой ничего не хочу у это не буду а есть наоборот есть полная противоположность которую прям везде вот так вот тянут руку и вот и вам вроде покажется смешным смотреть вот на тех кто везде там участвует и как бы ну везде себя показывают лучшей стороны но когда вот уже будет зачетная неделя когда им везде проставят автоматы вам уже будет не до смеха это я вам говорю серьезно то есть именно первый курс не надо сидеть дома то есть универе потом там что-нибудь сделали там ой выступили где-нибудь подучили что-нибудь то есть преподаватели они как конечно же под халимом быть плохо но они их любят я более чем уверен что ну мало у вас будет знакомых в вашей группе или даже в параллельке вот и для вас все люди будут новыми я более чем уверен что вы первую неделю будете перед ними выебываться то есть вы захотите себя показать с наилучшей стороны то есть допустим в школе вас знали как одного человека а вот у вас универ вот новая жизнь и вы хотите себя поставить еще выше то есть как-то показать в лучшем свете что вы там может якобы какой-то спортсмен призер или там учка заучка или крутой там клубный мы водить примеров можно много и как бы не стоит себя выше задирать потому что вот после первой сессии или даже после 2 все равно ваши одногруппники поймут кто вы и вы прекрасно увидите кто есть какой из них человек то есть кто вам в начале года вешал лапшу на уши а кто оказался ну схожим с тем как он себя как бы представляет ну и самый последний способ это вообще это деньги то есть не стоит в наглую и прям сразу подходить и говорить сколько то есть это вы знаете это вы уже проявляете неуважение к своему преподавателю даже если вы знаете что ваш препод берет взятки за зачет вот даже вы прекрасно знаете сколько цена не стоит сразу как бы им это все давать то есть именно вот протягивать руку с деньгами это вы сразу как вся поставите ну в нем в неловкое положение во первых себя и преподаватель то есть как преподаватель он тоже хочет произвести на себя хорошее впечатление и вот именно имидж такого прям непробиваемого преподавателя который как бы не берет взяток который все по-честному ребята я вам скажу все покупается просто у каждого есть своя цена и нужно найти какой-то определенный подход и так ребята давайте подытожим первое и что самое главное нам нужно будет машина в университете второе мы должны быть заучкой зубрилкой которая как бы хотя бы пытается сделать вид что много знает третье не стоит показывать свой характер я конечно понимаю вы такие уже себя вошли в роль то есть вы взрослые вы студенты подаватели вообще видели многое то есть были ребята и круче вас и умнее вас и удивить у вас их не получится то есть просто видите с ними нормальный диалог то есть каждому преподавателю ищите свой подход понимаю конечно есть мигеры которые вам не нравятся но знаете и мигера может вам быть полезно то есть какие-то определенных случаях ну что же подписончики думаю мои небольшие лайфхаки помогут вам остаться в первом курсе не пойти в армию а с вами был саша джаггернаут увидимся имитацию счастья но нам и так хорошо наш тайный уголок украсит дрянь и порошок сердцах осталось пор нету места для швов разум так высоко наркотический шок вечер с меня сука опять машина едет заебали блять пидораса вот машина проезжает у меня сразу короче теряется мысль ну ладно хоть этот гандон на меня не палит это прям вот так вот прям это же джага диданс дидан ехал так о бля саня снимает про студентов посмотрю потом в универ устроить вообще девочка моя легче как-то дается жизнь в университете их и преподаватели понимают то есть там в случае перепадов настроения они могут им и зачет поставить ну как бы много таких случаев бывало лично у меня на глазах как бы что девочки подходили договаривались им ставили зачет а мы пацаны сидели пыхтели ну может это в принципе оправданно что эта девочка постоянно посещает пары пишет все конспекты вот а ну а мы как-то ну через раз